По-настоящему жаркими были новогодние праздники для сотрудников криминальной полиции Южно-Казахстанской области. Буквально одно за другим в разных районах области фиксировали дерзкие разбойные нападения. На автомашину Toyota Camry подрезала автомашина ВАЗ-2109, из которой вышли трое неизвестных лиц в масках, угрожая физической расправой, также оружием. При этом злоумышленники после нападения с целью заместить следы даже сожгли свой жигуленок, но это их не спасло. Троицу задержали буквально по горячим следам и теперь проверяют на причастность к другим преступлениям. А в Туркестане задержано шесть подозреваемых в разбойном нападении на дома местных жителей. Нас было шестеро, вырывались дома, угрожая оружием, забирали деньги. Следующий эпизод зарегистрирован в Тюлькубасе. Здесь нападению подверглась букмекерская контора. И сценарий нападения схож, словно грабители насмотрелись в фильмах о криминальных подвигах. В обеденное время в букмекерскую контору зашли двое молодых ребят в масках, избили сотрудников, связали, забрали 200 тысяч тенге. Теперь подельники арестованы и дают признательные показания. Последний факт – старушка, пострадавшая от гопника. В Альфарабийском отделе полиции ввода города Шимкента в отношении пожилую женщину было совершено разбойное нападение. Разбойник напал с ножом, ранил, значит, в ногу, забрал золотые изделия, сотовый телефон. Преступник задержан, во дворе он в ВВС, ведется следствие. В целом, за пять лет в Южно-Казахстанской области было задержано 70 банд, состав которых входило в 252 разбойника. В розыске на сегодняшний день остаются еще 38 подозреваемых.